Саша, да, понял, не босить все свои. Друзья мои, значит, сейчас, перед тем, как Саша начнет петь, вопрос. За нотами пока скажу. Давай, скорее. Да. Е, пока тихо не открою. Е, Е. Е. Е, пока тихо не открою. Точеньки плывут. Где твои красавицы? Кошки живут. Спасибо, а дальше будет все то же самое, я так понимаю. Да. Александр. Двадцать два. Ну, бывают такие. Расскажи о чем-то. Девушка одна. Скучно. А, нет. Они возьмут, ты всегда живут. По небу, по синему. Лученьки плывут. Вот ты так и поешь. По небу. Спасибо. Спасибо. Что? Ты поешь по слогам. И. Нет одной позиции. У тебя каждое, не то что каждое слово, у тебя каждое гласное в своей позиции. Так не должно быть. Должна быть одна позиция и одна фраза. У тебя в одной фразе двадцать восемь. Еще раз скажу. По небу, по синему. Нет. По небу, по синему. Дальше. Точеньки плывут. Вот. Вместе. Может сказать. По небу, по синему тученьки плывут. Стоп. Вот вы понимаете, что человек как думает, так он и поёт. Он думает по небу, по синему. Тученьки. Знаете, когда маленький город, большие заботы. Большие заботы маленьких людей. Но. Тут есть мысль. А между тем, что сказал, тученьки будут. Нет связи слов. Я не наблюдаю связи мыслей между словами. Попробуй осмыслить эту фразу и сказать ее. По нибу по синему. Тученьки будут. По нибу по синему опять. Тученьки будут. По нибу по синему. Тученьки плывут. По нибу по синему. Все равно. Вот вы видите. Это вопрос. Это вопрос. Нет. Не надо. Почему? Потому что это одна мысль. По нибу по синему. Тученьки будут. Это одна мысль. Это другая мысль. Ты первую мысль разделил уже. Расчленил. Понимаешь? И поешь так же. У в одном месте. Е в другом месте. И все в разных местах. Ну-ка давай скажи мне эту фразу. По небу по синему. Тученьки плывут. Где твои красавицы. Домушки живут. Хорошо. Село красное солнышко. Гаснет за леском. Покатились слезоньки. Скатным жемчугом. Покатились слезоньки. Каким? Покатились слезоньки. Скатным жемчугом. Ты опять эту одну мысль. Дробишь на несколько. Нет. Давай сначала. Идай сюда. По нибу по синему. Тученьки плывут. Где твои красавицы. Домушки живут. Нет. Село красное солнышко. Гаснет за леском. Покатились слезоньки. Скатным жемчугом. Не встать красное солнышко. Не встать до утра. Не видать ей радости. Без мила дружка. Смелы ночь короткая. Без мила длинна. Скоро ли воротится. Думушка твоя. Хорошо. Только моя, да? Твоя моя не понимает. Твоя моя не понимает. Попробуй сейчас. Я опять-таки не вмешиваюсь в вашу кухню, в вокал. Что куда там. Мне наплевать. Мне важно, чтобы человек, во-первых, понимал, что он поет. Вообще. Для начала. А технология, это уж потом. Попробуй объединить. И так, чтобы у тебя Е не звучало громче, чем У. И не звучало тише, чем Он. Чтобы у нас была ровная фраза. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Уже намного лучше. И только почему. Сейчас. Информация. Смотри. Ты же хорошо сейчас сказал. Сейчас уже намного лучше было. Намного лучше было. И в том числе технологически. Потому что все проблемы технологии. Все проблемы в голове. Разруха в головах. Профессор Беря-Бреженский говорит. Мне страшно. От твоей У. Мне хочется забиться под рояль. Она страшная. Почему? Тученьки. Это даже не тучи. Тученьки. Еще раз сначала. О небо по си небу. Тученьки плывут. Где твои красавица. О божьи живут. Последний кубец. Песня. 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 Ну, это все равно лучше, чем... Только-только скоро... И опять берешь дубину, скоро лево-розится, сейчас берешь гандам! Такое ощущение. Давай попробуем. Ну, а если яду, такой громко. Ну, допустим, не в этой песне, а в другой. А вот когда дойдем до другой песни, тогда будем... А сейчас, пока ты ее берешь в дубину, и бедную эту девушку, от нее уже ничего там не останется! Давай, все-таки подумаем, о чем мы поем! Две строчки, последние две строчки, пожалуйста. Слегка! Поймем, поем! Скороэй, городец-то... Кушку твой льву И запомни, тихо не значит плохо Спасибо, друзья Кто тебе тучушь сказал, что надо громко петь? Надо Русские любят мясо Понимаете, только это не имеет отношения к вокалу То есть мясо хорошо есть в ресторане Но к вокалу это отношения не имеет Друзья, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу Потому что у нас через 10 минут закрывают здесь все двери А скажите, пожалуйста, посоветуйте Я слышала из зала, я сейчас не помню уже кто и что Но был такой дефект, как эмаляция Почему это возникает? Вот нет, скажите людям, как это над этим работает Большая вибрация Потому что это даже есть, даже если у студентов это как-то послушивается Это же дефект, дефект трудноисправляемый Да, да, да То есть нельзя раскачивать голос Поэтому я почему-то задала вопрос, потому что очень часто дети поют на конкурсах Во-первых, мне нужно им создавать искусственного вибратора Заставлять детей петь с вибратор противопоказа Это не в их природе Это нельзя Вот как они поют, так и поют Это первое Дальше Бывают люди, которым нравится Вот ему нравится, вот в октаву качать И все Блин, живет моя отрада в высоком тюрьме Нравится человеку Только это не имеет отношения к пению никакого У него такой эталон Мы же говорили, да, внутренний эталон Вот у него такой эталон И вот хоть Вот беда Значит, от эмаляции От эмаляции От эмаляции От эмаляции Значит, бывает, да, действительно, когда Но Это бывает Эмаляция бывает двух типов Ребят, мы уже заканчиваем Буквально три минуты Кулюш, спросили, я отвечаю на ваш вопрос Двух типов Бывает от волнения Бывает Когда Сегодня там был один момент, когда я говорю То ли так научили, то ли от волнения Вот, да, девочки И я не могу понять Я слышал, что, скорее всего, от волнения Дальше Второе Верхним дыханием То есть Дыхание не груда брюшное, а верхнее Это чаще бывает уже У мужиков тоже бывает Но, как правило, у теноров, у высоких голосов Почему? Потому что у женщин, в принципе, да Вот, как бы, дыхание по природе Верхним частью легких И часто бывает Особенно Колоратурные сопрано Частенько этим страдают Вот этим Ну, им это не мешает Они это используют Для вот этих фееритур своих Прыгать по 32-м Но, вообще Как лечиться Только одним Дыханием Правильным дыханием То есть научиться дышать Вот Кладите на рояль Девочку, мальчика И учить Как детям маленьким объяснить А у детей нет этих проблем Нет, нет Здесь животик ображает А Нет, тримуляции нет У детей таких нет проблем А как, чтобы задышали животиком Дети правильно дышат Мы их учим неправильно Почему? Первая ошибка Основная мы говорим Вдохнула Задержала дыхание Запела Вот первая ошибка Которая приведет Вначале К неправильному дыханию А потом ко всем бедам Включает ремалляцию В том числе Вообще Не надо Детям говорить Что Дети Наберите дыхание Чтобы петь Человек рефлекторно возьмет Столько дыхания Сколько нужно Потому что Если Сейчас Даже неправильно Не получается Сейчас Вот я взял Документ А зачем? Можно просто Я выдохнул И запел Но я все равно Запою Потому что По физиологии Организм все равно Правильно все сделает А если мы Как только мы учим Студента Не только ребенка Дышать Мы совершаем Первую ошибку Как только мы начинаем Все говорят Пение искусства дыхания Давай дышать Все давай И вот они сдают И Начинают Поднимать Рояльи И все На этом все Заканчивается Забудьте Про дыхание Забыть Про дыхание И заниматься Музыкой Фразой Тосканини В завершении Нашей Замечательной Встречи Которая Лично мне понравилась Вам не знаю Говорил Книжка есть такая Да Я пел Тосканини Вальденго Замечательная книга Так вот Она писала Тосканини А это был Замечательный Лучший Педагог Вокальный Хотя он не работал Над технологией Он работал Только над одним Над фразировкой Над фразами Надо работать Больше ничего Не надо Сделать фразы Фразировку Когда у нас Будет готова Фразировка У нас будет Готово все И еще К студентам И к педагогам Человек Делает Репертуар А репертуар Из человека Делает певца Музыка Чем больше Мы поем Разного Тем больше Мы постигаем А чем больше Мы постигаем Тем богаче Опыт Тем правильнее Мы поем Спасибо огромное Я вас люблю Амур Спасибо Амур Амур Субтитры создавал DimaTorzok